Здравствуйте! В эфире программа День Города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Предвестник беды. МЧС предостерегает от выхода на первый лед. Раш по-донецке. Сразу 12 кипердружин состязались в своеобразной битве городов Рязани и Донецка. Ничего кроме любви в Рязани подвели итоги свиданий на театральной. До снегопада и похолодания смогли управиться дорожники на улице Зубковой. Там заменили часть полотна. Вообще же на прошедшей неделе ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью проводился сразу на 16 городских участках. На улице Сережина Гора, Чкалово, Московское шоссе, Касимовское шоссе, проезд Яблочково, Ленина, Интернациональное, Семинарское, Октябрьское, Первый Коломенский проезд, Спортивное, Зубковый, Новоселов, Окский проезд. Проблемные участки заделаны на площади почти в 1200 квадратных метров. По статистике МЧС ежегодно на первый лед стремятся выйти дети и рыбаки. Однако спасатели утверждают, что сейчас выходить на первостав, конечно, рано. Лед едва достиг 1-2 сантиметров в толщине. На лед выходить пока рано, говорят сотрудники МЧС. Лед только-только схватился и толщина его доходит всего до 1-2 сантиметров. Это при норме в 7. При подходе к водоему, для того, чтобы перейти этот водоем, можно самому убедиться, толстый лед на этом водоеме или нет. Для этого ни в коем случае не нужно бить ногами по льду, сразу вставать на него, прыгать. Достаточно взять длинную палку потяжелее, либо лыжную палку. И попробовать постучать по край берега по льду. Если при первом ударе лыжной палкой или палкой пойдет вода, соответственно, в этом месте и дальше лед не более 2-3 сантиметров, а где-то даже и 1 сантиметр. Если вода не пошла, то есть и лед не трещит, то есть не образуются трещины, нет треска, то есть, соответственно, лед более 7-8 сантиметров можно уже спокойно выходить. Крепкий лед или прозрачный, или зеленовато-синего оттенка, говорят сотрудники ГИМС. Однако даже на такой лед нельзя выходить без средств самоспасения. Это может быть тот же старый добрый самоспасатель, который продается в каждом рыболовном магазине, или же простая веревка, с помощью которой можно вытащить провалившегося под лед человека. Когда человек выходит на первый лед, то когда лед начинает, так сказать, проваливаться, он издает характерный для этого времени года треск. И, как правило, этот треск предупреждает человека о том, что вот-вот может произойти беда. Что касается весеннего льда, то он не хрустит под ногами, не трещит. Он просто проваливается, человек, и скрывается под водой. В прошлом году зафиксирован один несчастный случай на водоеме. 22 ноября мужчина провалился поднял крепший лед. В этом несчастных случаев пока не зафиксировано. Сразу 12 команд из Рязани и Донецка собрал дружеский турнир по онлайн-игре Counter-Strike 2. Финал кибербитвы получился напряженным. Никто не хотел уступать. Перора, Перора, разменив. Треск 1 в 4. Сложная ситуация. Смотрит на кнопку. Подозревает, что его может пикнуть. Его с коннектором. Видит гранату. Случайная бомба. Убивается. Но с колпом. Что это был за выстрел? Это невероятно. Дорогие друзья, 12-й счет. Это матчпоинт. Это полуфинал киберспортивного турнира по Counter-Strike 2. Как говорят киберспортсмены, катка потная. Да и счет 12-9 говорит об этом же. За выход в финал играют две рязанские команды. Там уже ждут парни из Донецка. Тяжело удавался матч. Мы закончили с ничейным счетом. Перешли на доп. Игры. И в конце концов выиграли. Тяжелая победа была. Рязанская команда Poxwave в финале киберспортивного турнира. Организовали его сотрудники регионального ОНФ. В баталиях между условными террористами и спецназом участвуют 12 команд. 8 – рязанских, 4 – донецких. Одна из наших целей в том, чтобы ребята, как говорят, не только на ринге посоревновались, а еще и подружились и познакомились в жизни. Чтобы они почувствовали, что мы действительно одна большая страна. Чтобы ребята из Рязани узнали кого-то оттуда. Ребята из Донецка познакомились с нашим местным активом. Играли на платформе FaceIt. А она, говорят, не без сюрпризов. Поэтому были технические трудности. Периодически терялось соединение. И игра, как говорят, отваливалась. Но только в первый день. С учетом того, что вчера дал опыт этих всех проблем, сегодня их мы быстро уминаем. А так, в основном, проблема это FaceIt. Он некорректно работает. Второй день прошел, что называется, ровно. В финале играли по системе Best of 3. То есть, три матча на трех картах. Рязанская и Донецкая команда шли ровно. После двух карт ничья. Впереди решающий раунд. В упорной борьбе побеждает команда из Рязани. Дончане вторые. Впрочем, соперничество было только в компьютерном зале. После матча, говорят, с ребятами созвонились, игру обсудили. И, возможно, в будущем встретятся на других киберспортивных площадках еще не раз. Спонсор программы «День города» выставка продажа икра и рыба «Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока возле торгового центра «Премьер». В Рязани проходят курсы повышения квалификации священнослужителей. Они обязательны для тех, кто закончил учебное духовное заведение больше пяти лет назад. Пополнять свой багаж знаний священникам нужно каждые семь лет. В чем еще нужно прибавлять выпускникам семинарий, расскажем далее. Церковно-государственные отношения, новейший период истории Русской Православной Церкви, богослужебная практика, вопросы организации приходской жизни. Такие предметы изучают на курсах повышения квалификации церковнослужителей. Курсы проводят уже пятый раз. Они рассчитаны на слушателей, которые окончили учебное духовное заведение больше пяти лет назад. И свои знания церковнослужителям нужно подтверждать и дополнять каждые семь лет. Во-первых, они освежают знания. Во-вторых, на курсах ведь обсуждаются актуальные вопросы, которые не освещались во время обучения в семинарии. Поэтому они действительно очень важны, нужны. И главное, что позволяют какое-то такое движение вперед священников делать. Православные люди часто приходят к батюшке в поиске ответов. На курсах же разбирают, как лучше реагировать, как обустроить приход, а также расширяют свои знания богословия. Особенности современных тенденций богословия, особенности, так сказать, современного понимания тех или иных научных понятий, которые сегодня тоже, это очень важно, актуально, потому что наше паства, она тоже не стоит на месте, она развивается. Вот с этим всем новым, основным, важным мы знакомимся на этих курсах. И всех тех, кто эти еще курсы не прошел, я призываю также поучаствовать, пройти их и ознакомиться с той новой мыслью, которая сегодня пребывает в церкви. Опытные преподаватели духовной семинарии каждый год берут новые темы, каждая из которых соответствует актуальному положению дел в мире и в церкви, объясняют все доступным, простым языком, чтобы духовники могли также отвечать на вопросы своей паства. Кристина Бычкарева, телекомпания «Город». Названы лауреаты 8-го международного театрального фестиваля спектаклей о любви «Свидание на театральной», который проходил на сцене Рязанского театродрама с 13 по 19 ноября. В нынешнем году постановки оценивали 5 профессиональных критиков из Армении, Москвы и Петербурга. Вы молод? Я был неопытен когда-то и моложе, как вы. Заносчик, попрометчик тоже, если кто-нибудь... меня остановил, то... Дайте мне на счастье руку смело. Срез театрального искусства за последний год. Рязанский фестиваль спектаклей о любви уже много лет приковывает внимание не только искушенных зрителей, но и критиков. Театры из разных уголков географической карты стремятся представить в рамках фестиваля новые грани любви, о которой так много поставлено. Но исчерпать тему все еще не удается. Иванова. Опера. Экспериментальный спектакль «Верба Тим», как его назвали авторы. Члены жюри отметили как лучший на восьмом фестивале свидание на театральной. В этом году кроме ивановских артистов в свиданиях участвовали коллективы из Вологды, Пензы, Нижнего Тагила, Саранска, Республики Казахстан. Специальным гостем стал Московский драматический театр имени Ермоловой. Рязанский областной театр драмы представил в конкурсе «Шекспировскую 12-ю ночь» нашумевшее романтическое приключение Юрия Печенежского. Вот. Вот вам письмо. Скажите, что не вы его писали. Не ваш здесь почерк, фразы, слабосочетания. И, наконец, не ваша здесь печать. Не скажете? А стало быть, я прав. Тогда прошу по совести ответить. Зачем? Зачем вы мне любезности дарили? Принудили все время улыбаться? И желтые с подвязками чулки носить? Зачем вы приказали сурово сарантобе обходиться? Я третировать прислугу, уповая на вашу милость, я исполнил все! В итоге награды распределили следующим образом. Лучшая мужская роль второго плана – Игорь Рудинский за роль Живакина в спектакле «Женитьба» Вологодского областного театра юного зрителя. Лучший актерский ансамбль – Иваново опера из Ивановского драматического театра. Лучший дуэт – Валерий Рыжков и Анастасия Сылка роли Шута Феста и Марии в спектакле «12-я ночь» Рязанского областного театра драмы. Лучшая история любви или лучший спектакль – Иваново опера. Ивановский областной драматический театр. Снова в Рязани. По словам продавцов, самая вкусная и свежая продукция Камчатского края – рыба и икра, качество которых не вызывает сомнений возле торгового центра «Премьер». Зима вступила в свои права окончательно и вместе с приходом холодов опасность подхватить вирус или простуду повысился в разы. Поддерживать свой иммунитет в этот период особенно важно и лучший способ – выстроить правильный рацион. Витамины, жирные кислоты и минералы, белок и омега – все это необходимо организму и в большом количестве содержится в морской рыбе. Однако выбрать продукт, который везут в наш регион издалека, чтобы он был свежим и вкусным, не так просто. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» выгодно отличается от других точек продажи именно качеством продукции. Особенный способ перевозки позволяет привезти действительно свежую рыбу и рязанский покупатель приобретает неразмороженный продукт. Этот фактор напрямую сказывается и на вкусовых качествах. Вкус у рыбы на выставке продажи у «Премьера» непревзойденный. Я всегда покупаю здесь. Всем связано с натуральными продуктами. Но я люблю икру, например. Сегодня тоже икорку приобрели? Да, конечно. Это уже к Новому году готовите? Нет, почему? До Нового года еще далеко. Знают об этой рыбе с Камчатки в Рязани уже все. И если хочется побаловать себя и близких деликатесом вкусным и свежим, едут сюда, к торговому центру «Премьер». У главного входа расположилась торговая точка, где широкий ассортимент и вежливые продавцы станут гарантией удачной покупки, даже если вы еще ни разу не пробовали здешнюю продукцию. До 25 ноября включительно икра и рыба Камчатская в Рязани у главного входа в торговый центр «Премьер». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова